This conference will now be recorded. В начале нашего вебинара я расскажу вам немного о нашем центре и о поддержке со стороны службы трудоустройства. Далее вместе с Максимом Волковым мы обсудим, в чем заключается суть профессии разработчик базы хранилищ данных, разберем, чем этот специалист занимается, что вам предстоит, если вы выберете для себя данную профессию, а также как планировать и развиваться в этом направлении. В конце я расскажу о бонусах, которые получит каждый, кто зарегистрировался на сегодняшний вебинар. Пока я скажу пару слов о нашем учебном центре, пожалуйста, прошу вас в чат поставить тот уровень, который вы сейчас имеете по подготовке в данном направлении. Если вы никогда до этого не учились, еще не очень знаете про эту профессию, про ее суть, поставьте, пожалуйста, ноль. Если уже начали учиться, какие-то азы освоили, поставьте единичку. И если уже как-то пробовали работать, может быть, там стажировались, тогда поставьте двоечку. Чтобы нам понятнее было, какая аудитория сегодня собралась, можно было бы в рассказе ориентироваться на вашу подготовленность. Итак, пару слов об учебном центре. Учебный центр специалист на рынке образовательных услуг уже более 30 лет, и за это время мы обучили более 1 миллиона человек. Мы являемся крупнейшим образовательным центром в России, центром компьютерного обучения с высочайшим уровнем качества обучения и сервиса. Обучаясь в нашем центре, вы можете быть уверены в качестве образования, потому что наши курсы сочетают в себе бауманскую методику преподавания, современные технологии проведения обучения и практико-ориентированный подход. За годы обучения специалистов мы поняли, что важно также поддерживать наших выпускников на пути их профессионального становления, потому мы разработали такую программу по поддержке, касающуюся трудоустройства. Сейчас я скажу об ее опциях, которые могут вам быть полезны. Первое – это, конечно, теоретическая, практическая часть всех наших курсов. Так как на рынке труда сейчас ценятся именно ваши навыки, именно ваши хардскиллы, мы постоянно мониторим рынок труда, и каждая наша дипломная программа, все наши треки отображают только те навыки, которые сейчас актуальны на рынке. И мы даем не просто теорию, мы даем конкретный навык, с которым вы выходите на рынок труда и можете работать. Далее, после освоения определенного навыка, без которого, как вы понимаете, нельзя приступить к процессу трудоустройства, также важно после его получения правильно себя позиционировать на рынке труда, правильно себя работодателю подавать. И то, как сориентироваться на рынке труда, как подготовиться к встрече с работодателем, к собеседованию, мы учим на нашем бесплатном вебинаре, пожалуйста, записывайтесь. Каждые 2-3 недели он проходит, ближайшие 3 декабря. Также для наших выпускников есть возможность пройти консультацию индивидуальную по трудоустройству. Индивидуально посмотреть ваше резюме или получить какие-то рекомендации. Также мы регулярно проводим такие совместные с работодателями мастер-классы, вебинары, дни, карьеры. Ближайшие мероприятия у нас запланированы карьерные на 30 ноября. Расскажем об особенностях российского IT-рынка и трендах в разработке. Также могу сказать, что наш учебный центр обучает не только физических лиц, но также и крупные компании доверяют учебному центру специалистов обучать своих работников. И потому они с восторгом смотрят, что у вас в резюме есть наши курсы. И там, где они должны были заплатить деньги, здесь вы приходите к ним уже с полученными знаниями. И это очень радует работодателя. Зачастую наши партнеры просят нас разместить их вакансии и с радостью ждут наших выпускников. Вот на слайде вы видите наши каналы с вакансиями, на которые вы можете откликаться. Пожалуйста, на любой из них подписывайтесь, тот, который вам будет удобен. И смотрите вакансии от наших партнеров. Ну, наверное, это по линии трудоустройства я вам все рассказала. Смотрю в чат и вижу, что большинство из нашей аудитории еще не приступали к обучению. И вот только два человека уже начали для себя, а три человека начали осваивать какие-то навыки. На этом моменте хочу передать слово нашему приглашенному спикеру Максиму Волкову, который нам сегодня из своих практических знаний, из работы долговременной в этой сфере расскажет о профессии и поделится, что сейчас происходит на рынке труда и в чем заключается сама профессия. Максим, разработчик баз данных на SQL сервер. Максим, передаю вам слово. Добрый вечер. Спасибо, Ольга. Всем здравствуйте, кто смотрит нас в онлайне или в записи. Мне очень приятно рассказать вам о том, кто такое специалисты базы данных, особенно через специалиста, потому что и сам я тоже. Это горнило в свое время прошел. Большое им за это спасибо. Они имеют много интересных курсов, которые интересны не только начинающим, но и продолжающим и даже очень высококлассным специалистам, потому что на этих курсах авторы очень хорошо структурируют необходимые знания. Слышно ли меня? Я вас прекрасно слышу. Уважаемые слушатели, поставьте плюсики, кому хорошо слышно. Если сейчас плюсиков будет больше, да, я вижу плюсики, тогда у кого плохой звук, просто перезайдите. Попробуем. Попробуем тогда продолжить. Значит, специалисты, которые занимаются данными, это очень важные специалисты в любом бизнесе. Если вы подумаете о том, что самое важное для бизнеса во время его работы, то вы ответите себе очень быстро. Это клиенты. А клиентов нужно где-то записывать. И эти записи, конечно, хранятся в базе данных. Поэтому тот, кто отвечает за базу данных, можно сказать, отвечает за весь бизнес. Тем не менее, мы с вами сегодня сыграем в одну интересную игру и попробуем побыть одновременно и бизнесменами, и инженерами, и математиками, потому что специалисты в области баз данных должны уметь играть все три эти роли. И даже, может быть, иногда сидеть на всех трех этих стульях и одновременно быть и бизнесменом, и инженером, и математиком. Сейчас мы попробуем в этом направлении двинуться. Кто-нибудь вообще любит играть в игры? Попробуйте поставить плюсики, если вы до сих пор еще играете в игры в шахматы или, может быть, в хоккей, потому что игры вообще вещь важная в нашей жизни. И сейчас мы сыграем в деловую игру, которая называется «Обработай журнал регистрации продаж». Представьте себе бизнесмена, который сумел в лизинг, возможно, взять некоторое количество вендинговых машин. Вендинговые машины продают всякие снеки, шоколадки, напитки в разных местах. Нашел эти места, поставил эти аппараты на продажу. Ну и, конечно же, он, как настоящий бизнесмен, пытается вести учет. Он понимает, что необходимо вести учет всех продаж. И записывает, где была продажа, в каком месте стоит аппарат, чтобы знать, проходное это место или нет, по какой цене была продажа, какого вида аппарат, потому что, может быть, красные аппараты больше привлекают внимание, чем зеленые, или какой компании, которая производит эти аппараты, интересно узнать. Таким образом, он собирает большой объем информации и готовит по этой информации свои отчеты. Конечно же, очень интересно ему готовить отчеты регулярно, и каждый месяц он себе эти отчеты готовит. С течением времени он обнаружил, что отчет все больше и больше времени занимает. но готовится. Пока, наконец, он не пришел к такой ситуации, когда отчет его программы, готовящие для него отчет, чаще ломаются, чем показывают результат. Он, конечно, пригласил к себе специалиста по оборудованию, и тот ему продал. Оперативной памяти еще много. Он его купил, установил свой компьютер, и все стало работать, но недолго, через некоторое время довольно быстро, гораздо быстрее, чем первый раз, ситуация повторилась. И тогда он решил пойти другим путем и выяснить, в чем же причина такого подхода к делу, почему так сложно. И выяснил, что его отчет просто-напросто не помещается в оперативную память. Как вы думаете, мы, может быть, посоветуем этому бизнесмену заархивировать свои файлы, и они станут меньше по объему? Получится у него решить проблему? Поставьте свои плюсики или минусики, если вы считаете, что архивировать, архивировать экран, архивировать журнал регистрации и продаж, это будет хорошо. Он займет меньше места, а значит, его можно будет обработать. Пока вы на этот счет рассуждаете, я вам могу подтвердить, что таки да, заархивировать его, конечно, можно, и во время хранения он будет занимать меньше места, но обрабатывать его станет сложнее. Его нужно будет сначала разархивировать, а потом что-то с ним делать. Безусловно, лучше всего данные, хранящиеся в журнале регистрации и продаж, каким-нибудь образом систематизировать. Совершенно верно. Давайте попробуем сыграть. Вот теперь мы приступим к действиям, которые будет делать настоящий аналитик баз данных, для того, чтобы провести анализ имеющихся данных, провести их нормализацию. Мы не будем вдаваться в подробности о том, что такое с математической точностью нормальные формы базы данных, но тем не менее, давайте посмотрим на следующую вещь. специально для вас я приготовил вырезку из этого журнала. Он занимает у нас какое-то количество строчек, сейчас мы узнаем, какое. Посмотрим до самого низа его. И он занимает у нас 184 тысячи строк. Это, естественно, вырезка из журнала, не весь он, и, может быть, даже он немножко придуман, но, тем не менее, он отвечает более-менее реальным то, что происходит в жизни. Вот у нас есть несколько колонок. Дата регистрации и продажи. Дата и время, когда была совершена продажа, цена, по которой была совершена продажа, что было продано, непонятная колонка с датой, которая почему-то у всех одна и та же. Есть название местоположения, метро в данном случае. Есть название модели вендингового автомата и название компании, которая ее производит. Каждая строчка содержит все эти данные. И если мы внимательно на них посмотрим, то увидим, что у нас здесь есть 6 строк, каждая из которых примерно под 30 букв занимает. Если у нас вот эта вот дата, это 20 с лишним строк. Ну, где-то побольше, где-то поменьше. Примерно, наверное, 180 байт на одну строчку требуется, чтобы ее хранить. И если у нас почти что 200 тысяч строк, то можете поумножать, получится у вас примерно 30 мегабайт данных. Как вы думаете, с помощью нормализации вы сможете уменьшить необходимый объем для хранения журнала регистрации и продаж, ну, скажем, в 5 раз? Есть ли у кого-нибудь по этому поводу мнение? Давайте поставим плюс или минус, если в 5 раз можно уменьшить. А в 10 раз? В 10 уже сложнее подумать, можно ли. Давайте попробуем на них посмотреть внимательно. Как и положено аналитику баз данных, мы посмотрим здесь то, что реально наши сотрудники проводят во время аудита компаний, если к нам обращаются такие заказчики. А такого рода заказчики реально бывают. Когда случаются такие ситуации? Когда компания растет, когда количество сотрудников растет, и каждый из них делает все больше и больше, количество записей начинает расти в геометрической прогрессии. И, конечно, до какого-то момента оборудование справляется, а потом наступает момент насыщения. Мы, наверное, с вами посмотрим на колонку названия компании и увидим, что здесь не так много компаний. Может быть, даже всего их две. И вместо того, чтобы хранить в этой колонке по 30-40 букв на каждую компанию каждый раз, мы закодируем каждую из этих компаний своим номером, номером по порядку. Номер на самом деле несущественен. Первый, второй, кто из них будет первый, кто из них будет второй. Но сначала мы посмотрим, сколько этих компаний у нас здесь есть. Для этого мы произведем выборку из нашего журнала регистрации и продаж и отберем только названия компаний, которые друг от друга отличаются. Их действительно всего две. И тогда мы с вами возьмем и сложим эти данные в одну отдельную маленькую табличку, которая будет занимать всего два раза по 30 байт. Всего 60 байт. Причем, если мы обратим внимание на то, что компаний, создающих новое оборудование для лендинговых машин, появляется не так много, а может быть даже они и не появляются на российском, скажем, рынке или на рынке, где работает наш воображаемый бизнесмен, то список этих строчек останется практически навечно один и тот же. Что говорит о том, что с ростом количества продаж эта часть информации никак не изменяется. Вот она заняла свои 60 байт, так и будет продолжать занимать свои 60 байт. Вот. Мы теперь можем сделать наш журнал регистрации немножко уже. Специально. Уже мы подготовили. Первые колонки у нас так и остались, а во второй колонке мы храним только число. строчек у нас не изменилось, но их, кстати, и не изменится, потому что каждую продажу все равно надо зарегистрировать, как мы понимаем. А тем не менее, вместо 40 букв на каждую строчку в колонке производитель мы оставим только по одной букве. Один или два. Примерно такую же историю мы попробуем проделать вместе с вами в колонке названия модели. Правда же? Это же легко догадаться, каким направлением мы с вами пойдем дальше. Мы сделаем выборку различных производителей и их оборудование, которое они производят. Вот мы выяснили, что один производитель производит, скажем, пять вендинговых машин, а второй, скажем, одну. Эти вендинговые машины мы тоже сложим в отдельную таблицу и ее мы можем видеть вот в таком виде. Она, наверное, будет немножко меняться. Некоторые модели уходят, устаревают, некоторые новые появляются, но тем не менее, это не будет очень большим ростом. Вы согласитесь, что уж не так часто производятся новые шкафчики для продажи этих напитков по сравнению с тем, как часто из них эти напитки покупают. Поэтому этот список, эту таблицу, которую мы сейчас видим в нижней части нашего экрана, можно сказать, будет, в общем-то, постоянной, хотя тоже может немножко меняться. Заменим в нашей табличке журнала регистрации эту колонку на номер модели. Вот у нас есть номер модели и номер производителя. Примерно такую же историю, как вы понимаете, мы можем произвести с местоположением. Я уже тут подсказку вам делаю. Этот наш умозрительный бизнесмен смог договориться в бизнес-центрах на четырех станциях метро библиотека имени Ленина. Хотя сами названия станции метро довольно длинные, их всего четыре. Понятное дело, что он будет развиваться и он будет заинтересован в том, чтобы этот список рос. Но, конечно, с ростом этого списка будет еще быстрее расти список регистрации и продаж. Поэтому эта часть будет расти медленнее. Будут накапливаться здесь строчки, будут появляться новые станции метро, новые бизнес-центры, в которых наш успешный бизнесмен будет продавать всякие шоколадки. Тем не менее, рост этого списка будет не очень быстро. Из него мы тоже сделаем отдельную маленькую табличку. Положим ее в отдельный файл. третьим шагом мы попробуем сделать следующее. Что мы здесь обнаружим? Во-первых, мы, наверное, с вами обнаружим, что модель, если мы помним, в цепи содержит еще и производителя. производитель и модель. Поэтому, наверное, есть смысл избавиться от этой колонки совсем. У нас было раньше семь колонок, станет только шесть. Еще на одну колонку меньше, хотя она уже занимает и так немного мест, но еще меньше она будет занимать, когда ее совсем не будет. Меньше нуля уже количество байт невозможно сделать, поэтому мы попробуем ее сократить. Вот. И что у нас получится? Вот такая вот в действительности получится табличка. Из нее мы можем продолжать уметь получать полный список, так, как и хотелось. Подсоединили модель, и мы знаем производителя. Подсоединили название производителя, и можем его тоже здесь найти. Но дальше мы можем обратить внимание с вами следующий шаг сделать. Модели, которые у нас здесь написаны вот в этой колонке, их не так много, как мы с вами договорились, но их на самом деле в жизни, наверное, действительно немного. Они располагаются в разных местах, и, конечно, у нашего бизнесмена одних и тех же моделей несколько. В разных местах они стоят. Это удобно с точки зрения обслуживания. Если у него будет все-все разные модели в разных местах стоять, у него возникнут вопросы, связанные с обслуживанием. Ему нужно специалистов по каждому из этих аппаратов держать. если это узкоспециализированные какие-то автоматы, то, может быть, там действительно даже еще и сложности возникнут. Конечно, наш бизнесмен заинтересован иметь более-менее одинаковые машины, но возникают вопросы. Где-то есть широкое место, можно поставить широкий шкаф, а где-то есть узкое место, и нужно всунуть узенький шкафчик. Тем не менее, различия есть, но в каждом конкретном месте у нас стоит разный конкретный аппарат. И дата его установки, как мы выяснили после беседы с нашим бизнесменом, мы выяснили, что эта колонка это дата установки этого аппарата в этом конкретном месте, ну или, возможно, дата последнего обслуживания. Это вещи полезные с точки зрения изнашивания механических частей или инкассации, или загрузки продукции, которые нужно регулярно загружать. Эти вещи все полезны. Мы можем взять их и тоже извлечь. Таким образом, у нас появятся сведения о конкретном месте киоска. Если у нас модель и производитель обозначают типы оборудования, то наша сущность киоск, о которой мы сейчас разговариваем, будет означать конкретное место установки нашего оборудования. Естественно, в одном единственном месте может стоять только один шкаф. Либо он широкий, либо он узкий, либо он красный, либо он черный. Не может одновременно в одном и том же месте физически стоять два разных шкафа. Они будут, они могут стоять, но они будут стоять рядом. В одном месте они стоять не могут. И мы создадим еще один маленький файл, в котором соберем эти киоски. Выясняется, что этих киосков тоже не так много, вот их 16 у нас в данном случае штук. Мы их перенумеруем каким-то образом и про них все будем знать. Наша таблица сокращается очень быстро. Обратите внимание, что сейчас у нас уже только четыре колонки. и тут возникает вопрос, что с продукцией. Понятное дело, что безусловно в кафах лежат вполне себе определенное количество вещей. Они ограничены по объему и продаются в общем-то всегда одни и те же вещи в этих венезнодовых машинах. Вот тут 30 наименований чего здесь продается. Где-то кока-кола, где-то какие-то чипсы. и вполне резонно сделать отдельную таблицу с товарами, которые продаются и название их там хранить. Так мы и сделали. Перейдя к нашему пятому пункту, у нас табличка стала совсем или к шестому пункту, наша табличка стала, я так понимаю, совсем простенькая. Вот осталось две колонки маленьких, остался прайс. Что у нас по поводу цены? Как вы думаете, как часто меняются цены в этих вендинговых машинах? Это первый вопрос. Второй меняются ли они централизованы? Или у каждого автомата они управляются единовыми собственным образом? Мы этот вопрос из наших баз данных вытащить, узнать не можем. Но мы можем спросить у нашего бизнесмена. И тут вступает в роль, играет наш бизнесмен, играет роль взаимодействовать вместе с программистом, вместе с анализатором баз данных, вместе со специалистом по базам данных, который в данном случае начинает играть роль бизнесмена, и они ведут переговоры. Каким образом устроен бизнес-процесс? И выясняется, что таки да, цены на какие-нибудь конкретные продукты, на банку Кока-Колы или на Сникерс устанавливаются один раз в несколько дней. Он говорит, я мониторю рынок, узнаю, чего делают мои конкуренты, и пытаюсь на 2-3 копейки снизить, а если они повышают, то повысить тоже, для того, чтобы максимизировать свой выигрыш от продаж. Поэтому, да, у меня есть такое, кроме как разобраться в бизнес-процессе, разговорами, интервью с нашим заказчиком, другого варианта выяснить эти вещи. У нас сейчас нет, но поскольку мы это уже выяснили, мы, оказывается, можем сделать еще один, еще одну табличку, где для каждого продукта и для каждого момента времени, когда она была зарегистрирована, установить цену. Например, для продукта номер один, который можно узнать, какой это был продукт, 20 октября 2020 года установили цену один и один. И вот она в течение полугода для этого продукта менялась. Если вы внимательно посмотрите, то вот с 20 года по 21 год, посередина февраля, она каким-то образом менялась. То росла, то убывала. То росла, то убывала. Это таким образом наш бизнесмен делает свой бизнес. Но теперь нам не нужно хранить название продукта, ни цену. И теперь наш журнал регистрации стал короче, уже, не короче, а уже. Где наш новый журнал регистрации? Он стал уже. У него осталось только три колонки. Но вот беда, одна широкая колонка все-таки остается дата регистрации. Что бы с ней такого полезного сделать? И вот тут еще один интересный трюк, который есть в рукаве, в арсенале специалиста по базам данных. Мы не будем регистрировать все число, которое обозначает данную дату. Мы где-нибудь в одном месте изначально зарегистрируем дату самую раннюю, дату самую раннюю. И вместо того, чтобы хранить в нашем журнале регистрации дату и время, будем хранить число минут, прошедших с этой даты. А собственно дату заключим в еще одну табличку, которая будет состоять всего лишь из одной строки. Дата опорная дата. И теперь мы получили с вами окончательный вариант. Три колонки вместо шести колонок, там, семи даже колонок. Каждая колонка, но по шесть байт. На самом деле, как вы понимаете, здесь по одной две цифры написано, но поскольку числа могут быть разные киоск, киосков может быть у него и тысячи и две тысячи, но это всего лишь четыре буквы. Цены тоже будут накапливаться, но тоже, если мы посмотрим, если раз в месяц или два-три раза в месяц сделать, то 12, 30, 40 раз в год он их поменяет, 50 каждую неделю, если менять будет цены, то эти числа, которые стоят в средней колонке, тоже будут трех-четырехзначные. Дата регистрации, это количество минут, прошедших с нашей опорной даты, это что-то в районе шести знаков. В результате у нас получается, что каждая строчка, которая раньше, давайте прямо их рядышком выведем, чтобы вам было удобно видно. таблица и это мы тоже закомментируем и посмотрим на них вместе. Одна вот такая таблица, широченная и высоченная, а вторая другая таблица, которая существенно уже. И если мы на них посмотрим в качестве размеров, вот это вот наша исходная таблица, она 30 мегабайт, как мы с вами и смотрели, а это наша результирующая таблица, которая 3 мегабайта с половиной. Таким образом, без использования архиваторов. В других таблицах вот здесь вот у нас лежат наши опорные сведения, которые тоже можно посмотреть, и если на них посмотреть, то они меньше 1 килобайта занимают, меньше уже Windows не рисует. Таким образом, вот это место у нас занимает 30 мегабайт, а все то же самое, но только после нашего проведенного места с вами анализа занимает 3 мегабайта, ну, 4, скажем, 3,5. Вот мы с удовольствием и непринужденно в данном случае сумели сэкономить в 10 раз количество оперативной памяти, которое требуется для дальнейшего построения отчетов нашему бизнесмену. Я, наверное, на этом закончил. По ходу дела я видел вопросы, сейчас мы попробуем на них ответить, и сейчас я передам слово Ольге, а потом мы с вами побеседуем и все вопросы разъясним. Максим, спасибо большое. Очень интересно так было заглянуть за кулисы этой профессии. Наверное, я сейчас ненадолго заберу экран и хотела бы сказать, что как раз то, о чем сегодня рассказывал Максим, как работать с SQL-сервером, как работать с базами данных в данной программе, мы изучаем на нашей дипломной программе сертифицированный разработчик баз и хранилищ данных. В чем особенность данной программы? То, что каждый курс этой программы является авторизованным. Это значит, что после каждого курса помимо документа об окончании дипломной программы по завершению обучения вы получаете международный сертификат специалиста от Microsoft. В чем еще бонус сегодня для тех, кто присутствует? Всем, кто записался на данный мастер-класс, на данный день открытых дверей, мы дарим промокод, с которым вы можете воспользоваться. и если вы эту профессию для себя рассматриваете и в течение трех дней выберете обучение по дипломной программе в формате онлайн, то можете им воспользоваться, сказав его менеджеру. И на саму дипломную программу будет такая вот хорошая скидка. на этом наверное моменте хочу Максиму вернуть слово и права презентера. Максим, микрофончик выключи. Наверное, нужно включить микрофон. И тогда меня станет слышно, потому что в чате я увидел вопрос очень мне понравившийся о том, есть ли правила, по которым производится такое вот сокращение. Конечно, эти правила есть. Есть целая наука о том, каким образом производится нормализация данных. Чтобы вкратце рассказать об этой науке, можно произнести следующие нужно сделать множеством небольших таблиц. Так, чтобы в каждой строчке и в каждом столбце таблиц данные были неповторяющиеся. Но отвечали бы на вопрос, зачем они здесь нужны. Как мы с вами это сделали? Например, у нас есть записи в журнале продаж. в каждом из этих строчек у нас есть дата продажи с учетом времени и источностью до минут. Есть ссылка на цену, которая действовала для товара, какого-то конкретного товара в тот момент времени, когда эта продажа была осуществлена. И на номер киоска, в котором мы это дело проделали. И этот анализ на самом деле выглядит вот так. Я не знаю, будет ли видно сейчас на экране. Если не видно, то я даже не знаю. Можно делать побольше. Можно приближать. У самого слушателя есть возможность покрутить колесико и сделать побольше. Да. Вот если мы с вами посмотрим, то именно так выглядит сейчас наша база данных. таблица продаж, в которой осталось всего три колонки. Четвертая идентификатор, если вы обратили внимание, то здесь она есть. Вот идентификатор и разные еще остальные три колонки. Вот наша таблица продаж, которая раньше была такая широкая, широкая, и в каждой все повторялось. Она ссылается на цену и на киоск. Киоск это такая сущность, которая знает, где она находится, киоск не может ездить сам по себе, и на модель, которая в этом месте находится. А модель, как известно, была произведена конкретным производителем. В то же самое время цена была назначена какого-то числа, не раньше, чем, не позже, чем. Начиная с какого-то числа была назначена вот эта дата. И назначена она была какому-нибудь продукту. Вот в этой таблице написаны наши все продукты. Если мы с вами посмотрим в инструмент, кстати говоря, вот то, что вы видите сейчас на экране, это инструмент, с которым вы будете работать на ежедневной основе, если вы будете работать с Microsoft SQL Server. И здесь у нас есть список наших таблиц. И здесь, если мы посмотрим, то вот они все и написаны. Наши продажи, и все колонки здесь тоже написаны, наши цены, те самые колонки, которые вы видели на диаграмме, и прочие прелести после нашего анализа скопились вот в этом деревце и рассказывают нам, каким образом это все здесь живет. То есть, да, действительно правила есть, в каком порядке что сокращать, что наиходить, что не находить, что выделять в отдельные таблицы, что выделять оставлять в одной большой таблице, как сделать ее узкой. Для этого есть специальный правил. Но этому как раз и учат на курсах, в частности, на курсах Microsoft по SQL серверу. Давайте еще какие-нибудь вопросы. Да, вижу вопрос еще в чате. Насколько заказчики пытаются разъединить инфраструктуру клиентской бизнес-частей приложения физически на уровне инфраструктуры. В последнее время я бы, наверное, сказал, что многие, особенно не очень большие компании, скажем, до 300, до 500 человек в составе, имеющие, начинают очень активно смотреть в облака. а там структура требует к себе внимания. Во-первых, вопросы защиты информации встают в полный рост. Во-втором, в направлении оборудования уже становится заботой провайдера этого облачного сервиса. и особенно Microsoft в этом смысле сделал большой шаг. И его ажурное облако, которое предлагает SQL Server как сервис, это, в общем-то, хорошая возможность для таких компаний перенести свою инфраструктуру, масштабировать ее по мере необходимости и разъединить физическую часть от логической части. Есть какие-то профессиональные секреты, как наладить диалог в таком случае наиболее бесшовно? Вообще говоря, когда вас приглашает заказчик для работы с бизнес-данными, по сути дела он пускает вас в самые интимные места своей души. Как вы понимаете, заказчик это для когда заказчик работает с данными, там в этих данных находятся все его клиенты, все его продажи, все его попытки продать, все его может быть даже хитрости, которые он использует в продаже. И если вы правильно делаете анализ данных, то эти хитрости вам становятся настолько очевидными, что спрятать он их от вас никак не может. И он должен вам, конечно, хорошо доверять. в том смысле, что вы строите свой бизнес, как аналитик данных только на доверии. Это самый большой профессиональный секрет, наверное. Я в начале своего выступления сказал, что есть у программиста, особенно у программиста баз данных, есть три большие роли, может быть, много больше, чем три, но три так точно. Есть программист, он же бизнесмен, есть программист, он же инженер, есть программист, он же математик. Тот, кто математик, когда он играет роль математики, он создает свои программы таким ажурным, интересным, красивым способом, где как кружева он собирает любовно какие-то кусочки своего приложения, причем даже может быть никто их не видит. Как инженер, его задача сделать так, чтобы программа работала и не ломалась. Если она вдруг сломалась, надо ее по ситуации побыстрее починить. Это вот на вопрос решаются ли вещи по ситуации. Да, есть такое дело. То есть это как раз тот самый случай, когда программисту, когда разработчику приходится садиться на стул инженера и как в том анекдоте просверлить дырки в крыле и тогда крыло перестанет ломаться, потому что известно же, что туалетная бумага по перфорации не отрывается. Вот. Какие требования к разработчику бизнес-поу? Есть ли требования уместить в имеющейся мощности? Очень по-разному бывает. Бизнес-приложения, самое главное к ним требование это устойчивость, потому что если вы делаете программное обеспечение, которое критически важно для функционирования организации и оно не работает, то организация работать тоже не может. Такое ПО нам не нужно. Уместить в имеющейся мощности такой вопрос наверное реже встает. сейчас все-таки стоимость информации начинает сильно превышать стоимость оборудования, особенно если учесть наличие таких мощных провайдеров, которые выделяют необходимые вычислительные мощности по возникновению потребности в них. Это и Amazon такую платформу предоставляет как известно и Google и Microsoft и Яндекс за между прочим. Если речь идет о построении такого инфраструктуру на территории России, если это требуется. инфраструктура виртуальная но я, наверное, уже несколько раз ответил, да, она используется и она очень даже хороша. СУБД. Вот если бы вопрос номер три, какие СУБД по вашему опыту наиболее устойчивы к перегрузкам был задан, скажем, лет 20 назад, то ответ на него был бы практически однозначный. Смотрите в сторону Oracle. Он большой и серьезный. Однако с того времени прошло очень много времени и однозначно сказать, что есть промышленного правоуровня, да, или как там сказать, enterprise grade базы данных, систему управления базами данных enterprise grade и которые были бы неустойчивы и не масштабируемы уже нельзя. И Microsoft сервер, SQL Server очень сильно масштабируемый. В частности нашей командой поддерживался он вся инфраструктура банка, находящего в топ 50 в России поддерживалось на сервере SQL Server. То есть это нормально. PostgreSQL очень хорош тоже в этом смысле. Ну и Oracle остается как один из вариантов рассмотрения. Сейчас многие из наших знакомых клиентов и партнеров и может быть конкурентов в какой-то степени начинают рассматривать PostgreSQL как альтернативу для создания платформы своих заказчиков. рынок труда. Специалистов, качественных специалистов, умеющих хорошо анализировать данные, умеющих разбираться и знающих математику какую-нибудь на уровне теории множества, теории типов не так много. В них потребность очень большая. поэтому это узкий довольно-таки рынок, специалисты на нем востребованы, но и чтобы стать специалистом тоже потребуется немало усилий. Если вы их сумеете преодолеть, то крупные компании, банки, ритейлеры, перекресток какой-нибудь или магнолия, они безусловно будут заинтересованы в ваших возможностях. Зарубежные облака использовать можно. Почему нельзя использовать зарубежные облака? Насчет зарубежных облаков вопрос стоит в хранении персональных данных. Вокруг персональных данных сейчас очень много вопросов о том, как их хранить, как их хранить безопасно и и как сделать так, чтобы разделить данные, персональные данные российских граждан оставались бы на территории Российской Федерации. Ну, вы, примерно догадались, вот где здесь название компании, которая произвела оборудование, стоящего в этом месте. В этой таблице ее нет. Она в другом месте хранится и вполне может быть таблица, о которой мы говорим с персональными данными, будет находиться на территории России и вы не будете нарушать никаких требований по законодательству. Аналитики стоят дорого. Наверное, у меня есть небольшой слайдик. Наверное, специалисты расскажут об этом. на самом деле очень сложно сказать определенную цифру, потому что все зависит от многих факторов. Какой у вас опыт, какие у вас навыки, как вы умеете себя продать компании, как вы умеете себя презентовать. Если брать статистику с HeadHunter, то стоимость начинается от 95, но надо понимать, что это уже человек с опытом и с какими-то навыками. Как правило, когда вы после обучения еще не пробовали себя в настоящей работе, первое время вы либо стажируетесь, либо работаете за минимальную заработную плату. Кстати, про стажировку, Максим, расскажите, пожалуйста, есть ли в вашей компании такая возможность студентам, которые закончат данную дипломную программу, либо какой-то трек и получат уже базовые знания, есть ли возможность постажироваться в вашей компании? Да, я думаю, что мы периодически испытываем необходимость в рабочих руках случаются такие перерывы, такие промежутки времени, когда наших рабочих рук не хватает, и мы с удовольствием используем рабочие руки тех людей, которые уже чего-то знают, достоверно можно быть уверенным, что не выключат все рубильником, и мы будем рады, если кто-то из получивших знания и навыки теоретического характера на ваших курсах, Ольга, отправит нам резюме, и мы пригласим их с нами поработать. Так, еще тут вопрос есть. Вот мы сократили данные из одной таблицы, сделали маленькую, данные вынесли в отдельной таблице, и насколько львичится или уменьшается время запроса по одной записи. Вы, наверное, предполагаете, задавая этот вопрос, что экран у меня или нет, Ольга? Я хотел сказать, что когда мы имели одну большую плоскую таблицу, спасибо, когда мы имели одну большую плоскую таблицу, каждый ряд, который занимал 180 байт, а бывают таблицы гораздо более широкие, и если мы посмотрим на реальных заказчиков, которые начинают сталкиваться с проблемами обработки, подготовки своих же собственных отчетов, которые еще месяц назад вполне себе шевелились, то мы увидим, что это может быть и тысячи, и две тысячи байт на один ряд, и таких рядов еще несколько миллионов, и, конечно, только для того, чтобы найти нужные значения где-то в середине такого ряда, вам необходимо каждое из них посмотреть, или сделать еще много-много различных индексов, каталогов, практически равных по своим размерам каждой из этих таблиц. Если мы сократили таким образом, как мы с вами, то найти вот в таких маленьких таблицах, которые я показывал, например, прайс, найти нужный интервал времени, где были сделаны какие-нибудь изменения в ценах, гораздо проще, потому что она маленькая, она занимает всего 10 килобайт, она взглядом, так сказать, за один раз, можно сказать, на одну страницу оперативной памяти операционной системы помещается, тут не помещается, почти, вот, и уже зная нужные места, которые искать, мы ищем в одной высокой, но очень узкой таблице, где у нас опять же в оперативную память помещается сразу не одна строчка, а то и не полстрочки, а сразу много строчек, и нам так искать проще, и индексы становятся тоже короче, в результате практически становится даже быстрее искать, после того, как мы разбили нашу одну большую широкую таблицу вот этого вида, изначальная таблица, разбили на 7 или 8, сколько здесь их, 7 маленьких таблиц, поиск становится те же самые 10 раз быстрее. Так вот я отвечу на вопрос. У нас осталось еще 3 минутки, уважаемые слушатели, если есть вопрос, у вас еще есть возможность последней задать какой-то, может быть есть какой-то вопрос по стажировке, тоже можно задавать, можно голосом. Так, ну что, вопросов я особо не вижу. Хочу поблагодарить вас, Максим, за прекрасное выступление. Мне самой было очень интересно понять, как вы работаете, как выглядит эта программа. Спасибо, что так подробно рассказали. Спасибо за возможность прохождения у вас нашими студентами стажировки. Уважаемые слушатели, хочу вас поблагодарить за интересные вопросы, за участие онлайн. Мы всех вас ждем на наших курсах и будем рады вашим карьерным успехам. Максим? Подтверждаю, что да, мы будем действительно очень рады, если кто-то из сегодняшних или будущих слушателей заинтересовался этой профессией, проявить себя, потому что нам такие специалисты нужны. Будем вас ждать. Так, выключаю запись. запись. Спасибо.